И всем привет, ребят, с вами Старбаник, и сегодня я записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разг... ой, какой разговорный, игровой, конечно же, игровой тематике, сегодня у нас пятница, и сегодня у нас появился один из самых лучших режимов, которые есть у нас в игре, Solo Jaggernaut, сегодня мы скатаем в нём, посмотрим, насколько много кристаллов можно заформить в рамках одного матчмейкингового боя, скатаем на, наверное, одном из лучших вооружений для этого режима на Викинга Молоте, Ну и это тот режим, в котором как раз-таки вы можете спокойнейшим образом тратить свои ядерные энергии, которые вы накопили, потому что этот режим точно того стоит и над самымом Jaggernaut, и для того, чтобы давать дополнительные киллы, то есть, ну, тут всё можно реализовывать, при том, что я знаю, что очень большое количество игроков эти как раз-таки ядерки копили, копили и ещё раз копили, Поэтому я, как и многие другие, будут эти оверки в этом режиме прожимать, потому что, ну, а для чего их копить? Пикаем сегодня, смотрим, что у нас получится сделать в рамках этого боя, одного, конечно же, хотелось бы запикаться в новую каточку, ну и дать как можно больше киллов, посмотреть, сколько вообще за одну катку можно запармить кристаллов Когда-то у нас был Solo Jaggernaut, ну, наверное, где-то уже более полугода назад И в нём мы умудрялись зарабатывать по целых 30, по 30 тысяч, да, то есть, ну, были такие катки Ну, не самые, конечно, не на постоянной основе, не всегда так везло, но если уж залетало, то залетало прям, ну, супер сочно, да И по 20 можно было брать, и больше 20, да, то есть, ну, в принципе, это режим, в котором реально открываются очень большие возможности формления кристаллов И понятное дело, что мы сегодня это, ой, Антончику по голове случайно дал Будем реализовывать уже в рамках этого видоса Плюс нужно понимать, что большое количество игроков в этом режиме гоняется за голдами Соответственно, у нас будут большие шансы на подбор как раз-таки дополнительных киллов от типов, которые вообще не заинтересованы в уничтожении противника Который просто там на лёгких корпусах будет бегать за киллами Ну и, конечно, мы сейчас будем стараться как можно быстрее получить наш замечательный овердрайв И потом уже под овером тушить Так, 8 киллов у нас есть Ну, в принципе, если какую сотку я дам, закатку, то это уже будет для видоса неплохой результат Потому что для видоса, ну, набить даже уже сотик, я считаю, что это хорошо Но главное, конечно, ещё найти Джаггера У меня тут немножечко, немножечко наспорг, поэтому, если что, извиняюсь Чуть-чуть некомфортно, чуть-чуть некруто играть с ним, но ладно Как есть, так есть, ничего страшного Пробуем сейчас забрать Джаггера, может быть, получится Неплохо пикает он Ай-яй-яй-яй, урона не хватает И, к сожалению, его уничтожает кто-то другой Так, не знаю, там, с кем ребята здоровались Но я написал Q и, если что, не ЧСВ И ответил Так, киллы хорошо Залетают с ддшки, даже с респа Неплохо можно накидывать Это режим супер-хороший Не только для фарма кристаллов, но и для фарма опыта Здесь опыт тоже очень хорошо поднимается Поэтому Полноценно вы можете здесь все зарабатывать Просто все Так, и Я вижу уже Джаггера И у меня есть овердрайв Поэтому я лечу за ним Я вжимаю вот такой вот овер Не знаю, насколько он будет сейчас актуален и полезен Но Джаггера я забираю с этого овера И главное сейчас чуточку хотя бы пожить По картам у нас вообще не самые лучшие карты на сегодняшний день То есть, если у нас в прошлый раз были такие карты, как Как, как, как Как же эта карта называлась? Блин, ну там были Ну, короче, в комментариях можете написать Я забыл, как называется карта, где есть верхняя такая платформочка И с этой верхней платформы можно было супер много тушить Прям безумно много Я как, ну, так всегда бывает Когда ты начинаешь только думать о карте И сразу же она вылетает из головы Так, ладно, ничего страшного Нам надо чуть-чуть пожить И постараться хотя бы немножко киллов дать Немножечко, немножечко киллов Так, меня уже Дикострайкер хочет втушить сводку Так, мы от него прячемся, уходим Сейвимся И овердрайв втушить свой не будет Хорошо, 80% овердрайва у меня уже есть Соответственно, мне немножечко надо пожить Пожить, 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 пожить Чтобы овер этот прожать И тогда уже залететь Ну, а что еще есть у нас по карте? У нас Берлин и есть у нас еще такая карта, как Темпл Берлин, я думаю, что можно реализовывать Ну, а что касаемо темпла Там, наверное, не все так круто будет Так, ну и за счет того, что, конечно, падают голды У меня вот сейчас даже в таком тайминге Есть возможность чуточку пожить Плюс у меня тут уже нормально так Зрителей и подписчиков даже Я так думаю, что подснайпило Ну, в принципе, я думаю, что в этом режиме будет большое количество игроков Встречаться, которых я знаю Поэтому есть тут возможность с кем-то даже засоюзить Чтобы меня сильно так не унесли, не зареспили Поэтому, в принципе, контролинг карты делаем И стараемся эти киллы тушить Плюс жить как можно дольше Если сейчас здесь какую сотку выбить То я думаю, что это будет уже относительно неплохой результат Также нужно подметить один факт То, что этот режим играется без дронов Соответственно, у вас с Джаггером есть возможность ваншота среднего танка Если он не прожимает броню И, конечно же, за счет этого ваншота У вас появляется намного больше возможностей Для уничтожения противника И от сводки, и от любого обычного урона Все эти возможности у вас открываются Поэтому, если что Имейте в виду, что здесь Против любого среднего танка, который не прожал броню У вас есть отличные шансы на реализацию И на уничтожение Так, ну, появляется уже большое количество здесь Скопляющихся викингов вокруг стенок И мне это, конечно, не нравится Это значит, что в любой момент может кто-то приехать Вжать в меня оверку И я могу улететь на рейс пик Поэтому надо чуть-чуть внимательней Чуть-чуть аккуратней Наносить этот урончик Деллианск тут все время хочет Меня уничтожить со своим дико-страйкером Не знаю, почему он не сделает Под конем И просто сбоку где-нибудь не встанет Ой-ой-ой-ой, плохо Очень плохо Очень-очень-очень плохо Хорошо меня здесь Чуть-чуть подсейвил Под пушик Ой, хороший выстрел залетает Добавка залетает Овердрайв не вжимается Отлично Так, без ДАшки молодого тоже сливаем 48 килов у нас уже есть 49 килов, хорошо Овердрайв прожмем Дабы не засейвить его впустую Так, и пробуем хорошую сводочку реализовать В принципе, наверное, неплохая позиция для кемперства здесь Не супер большое количество респов Да и вообще здесь на мне респа нету Это самое главное, что есть для джиггернаута И с этого края Ой-ой-ой-ой-ой-ой С этого края можно пожить Нет-нет-нет-нет Офигеть меня из еда унесла Ну это, конечно, я Я ошибся Не прочитал эту ситуевину Ну ладно Хорошо, будем пробовать сейчас без джаггера Быстренько набивать процент себе овердрайва И потом опять стараться его сливать В принципе, уже 50 килов за полбоя выглядит неплохо Но нужно, конечно же, стараться давать больше сотки Больше сотки начинается уже фарм нормальных кристаллов И уже с этим можно работать Я знаю, что все ребята хотят зафармить как можно больше перед скидками Поэтому этот режим как раз таки для этого и существует У вас есть отличная возможность зафармить большое количество кри И плюсануть себе нужные бабосики Для того, чтобы уже сделать свои самые главные прокачки на аккаунте Отлично Просто удачливо респанулся и забрал джаггера одним выстрелом молота Ну, конечно, в таких ситуациях это очень хорошо работает Теперь нам осталось только вернуться на позицию Я только не знаю Это, наверное, уже другая база получается Сейчас будет, да? Так, пробуем сейчас чуть-чуть оттянуться Сводку сразу по диктатору Сводку первую по диктатору То есть, ну, когда диктатор со сводкой Ой, со сводкой с овердрайвом имеющимся И начинает по мне сводиться То есть, то здесь выбор даже не стоит о приоритетах других Тут надо, конечно, сразу по именно нему фокусироваться Рикошет с гелиусом, кстати, здесь появляется Но рикошет с гелиусом без дронов это не самое лучшее решение Поэтому, в принципе, наверное, уничтожить здесь не сложно Так, ну и пробуем жить Пробуем жить Неплохо пикуют противнички Под линию дают Хорошо, викинга забираем Диктатор Уже получает неплохую тычку Добавочку 83% овердрайва у меня уже есть Если бы здесь еще давали бы процент овердрайва за каждый килл Ух, вот это было бы очень смачно Как это было раньше на старом Джиггернауте Но, к сожалению, сейчас такой возможности у нас нет Но сводка хорошая Без дронов работа происходит на ура И именно возможность игры без дронов Дает вам шансы на выживание Если здесь бы были бы дроны Были бы кризисы То я думаю, что все было бы как раньше Без шансово Ну, здесь я тоже сливаюсь Или не сливаюсь Нет, может быть не сливаюсь Или сливаюсь Не знаю Нет, наверное сливаюсь Наверное, все-таки меня убивают Вот, да, изида под овердрайвом Без шансов 77 киллов 5 минут до конца Шансы на сотик есть Неплохой уже отрывчик имеется Это то, что нам, конечно же, и нужно В рамках такого боя И здесь по выбору молота с оглушением Но тоже очень неплохой выбор То есть я, если что, сразу говорю Что вооружение я спросил у ребят Есть ребята, с которыми мы вместе раньше Тоже в этом режиме играли И Хики уже сегодня тушит Если кто знает Либо если ты смотришь Хики Здорово тебе Ну и Я всегда в таких режимах Стараюсь интересоваться тем На чем лучше играть в таком режиме Понятное дело, что Для меня это первый бой И первый бой я просто интересуюсь На чем ребята играют А дальше уже Начинается Поиск какой-то Альтернативы Меты И, возможно Викинга молот Это явно не то вооружение На котором я в дальнейшем Буду играть в этом режиме Но Я уверен, что Викинга молот На Утро Пятницы Точно эффективен И точно Рабочая вещь Которую можно Реализовывать С которой можно Бэмсить И с которой можно Хорошее количество Кристаллов Точно Получать Но Я думаю Что можно и найти Другие Интересные вооружения Плюс Здесь я так понимаю Что у нас Большого Нулевого Урона Нету Который Как раз таки Чаще всего Бесит Меня И не только Меня Так О Хорошо Джаггер Сейчас Пикнет Наверное Под меня Если у меня оверка Появится Это будет Вообще шикарно Да уже Пикает Только у меня нет оверки Прожатие Своих овердаев Да И насчет Прожатие Своих овердаев Ради Видоса Я Свои оверки Не жму Ну потому что Как бы это Видеоролик А так В рамках стримов И вообще Я буду прожимать Овердрайвы Да у меня 142 оверки Где если не здесь Да то есть По мне Это лучший Режим Для прожатия Овердрайвов Своих Поэтому я Уверен на 100 Своих процентов Что я здесь Оверки Точно буду жать Плюс Вы видите Что я акцентирую Внимание Исключительно На киллах Здесь нужно Не забывать Что можно Делать акцент Не только на киллы Но и на голды И можно От них тоже Отыгрывать Можно фармить Здесь Хорошее количество Кристаллов С голдов Но может быть Не на этой карте Да то есть Здесь Как бы у вас Нет особо Права выбора Там гоняться За голдами Потому что Вы должны здесь Искать сейв позицию И стоять на киллы И играть Но Есть такие карты На которых Падают голды В удачных точках Да и вы можете Стоять На этой точке И как раз таки Забирать дополнительно Еще Золотые ящики Помимо Уничтожения Противника Это тоже Очень хорошая Реализация Дополнительного Фарма Так Ну и я Закатку уже получаю Плюс Званку У меня У меня Вроде как До нее Было Шесть тысяч Викинг Прожимает Овердрайв Пробуем Сразу А Блин Ну я его Нет Я ее даже Ничтожу Офигеть Меня Викинг Рик С гелиусом Убил Надо было Сводку делать Конечно Так Ну 100 килог Есть свои Я дал Овердрайв Тоже не падает У нас на краях На дюсики Это Немножко странно Если честно Когда у нас На дюсики На краях Эти оверки Не падают Дается полторы минутки Полторы минуточки До конца Там бы Процентик овера Процентик овера Так просто Не получить Чтобы уничтожение Джаггера Произвести Ну ладно Пробуем Пробуем И еще какие-то Килы дать Без дроповой Оверки У меня Овердрайва Все равно не будет Поэтому у Джаггера Ехать я Особо смысла Никакого Здесь не вижу Но молод С оглушением Конечно Это очень Интересная вещь Которую можно Неплохо Так реализовать Так И по викингу К сожалению По викингу Добавочки не дал Фулдаун Расходочки Отлично Плюс Кил На подсосики Так И Джаггера У нас Уничтожили У второго Молодого человека 58 киллов У меня 106 Неплохой результат И это Без прожатия Своих оверок По сути там Опа Скоро будет Зарушен мегаголд Пойдем Ищем мегаголд По сути Если бы Я бы здесь Сыграл Чуть На На оверках Да То есть Где-то Может быть Там Жал Один Две Оверки То Была бы Как раз Таки Хорошая Возможность Блин Не успел Но это Мегаголд Вкусный Был Была бы Отличная Возможность Как раз Таки Посейвиться И дать Еще большее Количество Киллов Но Без Своих Овердрайвов Без Дроповых Овердрайвов Здесь На такой Карте Пожить На Джаггере Не супер Легко Здесь Ну должно Нормально Подвести И ты должен Грамотно Играть Но В целом За первый бой 12 тысяч Кристаллов Я считаю Что это Хороший Результат Не сказать Что великолепно Не сказать Что супер Бомбически Но Это Прям Вот Там Минимальная Планка Которую С этого Режима Вы должны Забирать Если вы будете Грамотно Качественно Играть 12 10 И выше 15 Можно брать И Если вы Еще сверху Будете Забирать Золотые Ящики То Понятное Дело Что У вас Прибыль За Катку Будет Супер Круто Прям Супер Круто Ну Вот Например Дэллианс За эту Катку В сумме Заформил Ну Наверное Где-то Тысяч Наверное 12 То есть Он Взял Мегаголд Он Поднял Тысячу Кристаллов Скиллов Хоть он Пытался Уничтожить Джаггернаут Но У него Это Не Получилось Делать Я думаю Что Если По-моему Играл Просто На киллы То Набил Бо Намного Больше А не Катался Бо За Джаггером Но В целом Даже Он Сумел За счет Своей Реализации Вооружения То есть Он Не За Фон Забрал Кри То есть Не За свои Килы А За Реализацию Своей Комбины То есть Он Забирал Голды Забрал Плюс Мегаголд И Пытался Реализовать Комбинацию На уничтожение Джаггера Если бы Он бы Уничтожил Забрал И Поиграл На нем То Набил Еще Хорошее Количество Киллов То есть Он бы Еще И Помимо Голдов Забрал В этой Катке Еще Кристаллы С Киллов Но Так В целом Даже При таких Раскладах Есть Возможности Реализации Разных Комбинаций Разных Стилей Игрей Можно И Голдами Брать Большое Количество Баблоса В Этом Режим В общем И Целом Это Свои Возможности Особенно Перед Скидками Поэтому Обязательно Поддержите Данный Видеоролик Лайком Подписывайтесь На канал Если Вы Еще Вдруг Не Подписаны Напишите Сколько Вы Заработали Кристаллов За Каточку Уже В этом Режимчике Также Не забывайте Про Тег Создателя Контента Который Находится В Настройках Игры В Аккаунте Кима Личный Так Это Так Темп Установить Поддержите Меня Участвуйте В розыгрыше Итоги Которого Будет Уже В Это Воскресенье Поэтому Если Вы Вдруг Еще Какие Покупочки Собираетесь Оформить Тег Не Стоит Поставьте Тег Оформите Покупочку Заполните Форму И Участвуйте В розыгрыше И Также Не забывайте Про Еще Один Розыгрыш Итоги Которого Будет Завтра На 1 Миллион Кристаллов Мы Делаем Розыгрыш Ссылочку На Него В Описании Я Тоже Прикреплю Перейдите Выполните Условия Максимально Простые Там Ничего Нет Такого Быть Подписанным На Два Моих Канала Поставить Лайк В Комментах Написать И Проверить Чтобы У вас Подписки Были Открыты Все Быстро Два Щелка Сделали И Можно Красиво Поучаствовать На Лямчик Сотник Карманчик Перескидочками Я считаю Что это Очень Хороший Кэшбэк Хорошая Добавка Поэтому Поучаствуйте Тоже И Зафармите У меня Друзья На этом Все Всем Спасибо За просмотр Всем Удачи И Всем Пока